Это проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрия Павленко. Дайте нам работников. Экономике прямо сейчас нужны готовые специалисты, такие, чтобы пришли и сразу включились в производство, чтобы не случалось такого, что все, забывайте все, о чем у вас там учили, вот сейчас покажем, как правильно. Подгонять компетенции под реальный запрос работодателей система образования начала давно, не без участия самих работодателей. Взаимодействие идет на всех этапах обучения, в том числе на демонстрационных экзаменах. Такая форма итоговой аттестации позволяет на деле оценить, что умеет выпускник. Подробнее о демоэкзамене и развитии среднем профобразовании в целом мы сегодня поговорим с Евгением Мадоновым, заместителем начальника Департамента обеспечения и развития системы оценки качества профобразования Федерального института развития образования. Евгений Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Про, собственно, демонстрационный экзамен регулярно мы про это говорим. Сейчас вот эту институцию обсуждаем в Хабаровске, ну, считайте, всем Дальним Востоком. Да, у нас сейчас проходит окружная сессия, то есть такая синхронизация, насколько я понимаю, как в регионах, правильно ли все понимают, какие изменения, значит, проходят. Все приземляем, чтобы в этом году все прошло как по маслу, как всегда. Для людей из профессиональной среды, что такое демонстрационный экзамен, вопросов нет. Для наших телезрителей, которые, возможно, не совсем понимают, что это за форма такая, можете в двух словах объяснить, что такое демонстрационный экзамен? Демонстрационный экзамен на сегодняшний день является одной из форм государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. То есть сегодняшние выпускники техникумов и колледжей сдают на выходе государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Что такое демонстрационный экзамен? Это практикоориентированное задание. Задание, которое сформировано Федеральным институтом развития профессионального образования, который является федеральным оператором демонстрационного экзамена базового и профильного уровней, в том числе с участием работодателей. Демонстрационный экзамен проходит в условиях максимально приближенных к производственной среде. Еще одним отличительным признаком и принципом демонстрационного экзамена является то, что результаты демонстрационного экзамена оцениваются независимыми экспертами. То есть при оценке не участвуют преподаватели или сотрудники того колледжа, где обучающийся обучался. Соответственно, в качестве экспертов в том числе могут быть привлечены работодатели. Напоминает чем-то, когда сдаешь на права, учишься с инструктором, а в итоге у тебя инспектор ДПС. ГИБДД, собственно, принимает все знания. Например, что значит приближенные условия к реальным производственным. Как это выглядит на практике, на любой компетенции? Оценочные материалы, которые разрабатывает институт, по каждой профессии и специальности, по которым проходит демонстрационный экзамен, в себе содержит требования. Требования к центрам проведения демонстрационного экзамена. Центры проведения демонстрационного экзамена – это своего рода площадки, которые должны быть оборудованы специальным оборудованием, инструментами и расходными материалами. Соответственно, эта площадка создается и имитирует максимально производственную реальную среду. То есть это реальные станки, это реальные инструменты, расходные материалы. И задания, как я уже сказал, практикоориентированные. То есть повара должны приготовить какое-то блюдо, кондитеры должны испечь, либо приготовить какой-то пирог, торт и еще что-нибудь. Будь сварщики, соответственно, варят и так далее. То есть на выходе это какой-то продукт, который легко оценить посредством привлечения экспертов. Но вот эти площадки, которые вы описываете, максимально эмулирующие производственные какие-то территории и участки, их воссоздание без работодателей, без бизнеса, без реального сектора невозможно. Означает ли это, что в создании каждой площадки так или иначе задействован кто-то из бизнеса, из предприятий, давайте так? Ну, нельзя сказать, что абсолютно каждый, но мы сегодня видим определенную тенденцию, когда работодатели из года в год все больше проявляют интерес к демонстрационному экзамену, участвуют в демонстрационном экзамене, в том числе путем предоставления своих площадей, своего оборудования, либо расходных материалов в целях проведения демонстрационного экзамена. И на сегодняшний день более 30 тысяч организаций работодателей принимают участие таким образом в демонстрационном экзамене. Ну, и я правильно понимаю, что это не всегда на базе учебного учреждения площадка для проведения экзамена может быть на территории работодателя? Это не всегда на территории именно образовательной организации, это вполне себе возможно на территории завода, предприятия. Я так понимаю, что заводы и предприятия, они специально как бы создают, это нереальный участок какой-то производственной линии, потому что студент же может плохо выполнить задание и чего-то там повредить. Это прям вот по большому счету для работодателей это своего рода, ну, это инвестиции. То есть они тратят на это деньги свои, вытаскивают их из бизнеса, тратят на то, чтобы взращивать кадры. Это как бы такое свидетельство тому, что бизнес очень заинтересован в кадрах, в специалистах сейчас. Дело в том, что демонстрационный экзамен для работодателей это хороший способ отбора и найма персонала. То есть участие демонстрационного экзамена, участие работодателей в демонстрационном экзамене не ограничивается только лишь, скажем так, предоставление площадей, либо оказание какой-то материально-технической помощи. Достаточно количество работодателей, на сегодняшний день это более 16 тысяч экспертов из числа работодателей, которые принимают участие в демонстрационном экзамене в целях того, чтобы присмотреться, оценить и отобрать себе будущих сотрудников прямо во время демонстрационного экзамена. И выпускники получают предложение по работе, по завершению демонстрационного экзамена. Прямо здесь, на площадке. Это такая прям уже, можно сказать, устоявшаяся практика? Практически, да. По большому счету, как я ранее уже такую гипотезу выдвигал, вы, мне кажется, ее подтвердили, что действительно работодатели просто видят, о, вот прям вот видно, рукастый или рукастая, все делает как надо, давайте забираем. И, собственно, вот такая форма, она очень, как вот на названии сказано, очень демонстрационная, то есть прям понятная, все ли компетенции, все ли специальности, все ли направления подготовки профессиональной сейчас подпадают под демонстрационный экзамен? Не все. То есть в самом начале я сказал, что это одна из форм государственной итоговой тестации, по-прежнему сохраняются такие классические формы, как защита выпускной квалификационной работы, сдача государственного экзамена. Вот, под демонстрационный экзамен, например, сегодня в соответствии с действующим законодательством не попадают такие отрасли, как искусство, медицина, фармация и так далее. Поэтому, но большинство, тем не менее, профессий и специальности сегодня окутаны демонстрационным экзаменом. Они не попадают почему? И планируется ли, чтобы попали? Потому что, ну, есть определенная специфика. У медиков есть своя форма аккредитации дополнительная, да, как форма аттестации. Как будто в целом уже, да, те методы оценки, которые были внедрены вот в этих отраслях и направлениях, они уже плюс-минус, ну, функционально похожи на это. Совершенно верно. То есть формы оценивания выпускников по специальностям и профессиям, которые относятся вот к этим отраслям, искусство, медицина, фармация, там уже, то есть, устоявшиеся формы, они вполне самодостаточные, ну, и хорошо работают. Евгений, а вот внедрение демонстрационного экзамена, он, во-первых, сколько лет уже проводится, и можно ли вот какие-то тенденции уже понять, насколько вообще трудоустройство общее выпускников меняется благодаря вот внедрению таких форм оценки? Демонстрационный экзамен внедрён с 2017 года, и мы ежегодно ведём мониторинг по регионам, как у нас выпускники, которые сдают демонстрационный экзамен, трудоустраиваются. И ежегодный мониторинг, информация, которую мы получаем от региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере образования, говорит о том, что ежегодно всё больше и больше количества выпускников трудоустраиваются именно по факту участия в демонстрационном экзамене. А я правильно понимаю, что вот такая форма оценки, она по большому счёту, ну, и, может быть, мне кажется, она выросла из чемпионатного движения? Совершенно верно. Прототипом демонстрационного экзамена является чемпионат. Чемпионаты и идеологи демонстрационного экзамена именно вдохновлялись чемпионатной историей. Поэтому с 2017 года, когда упаковывали демонстрационный экзамен как проект, тогда ещё проект, то основные принципы были взяты именно из чемпионатной истории, из чемпионатов. Сейчас тоже демонстрационный экзамен действительно распространён по всей стране, но как будто бы это всего лишь одна из форм. То есть, да, есть, вот мы обсудили те сферы, где, ну, как бы другие формы оценки, всё, их как бы не касаемся, но сейчас вольны колледжи, техникумы, регионы, я не знаю, вот, то есть, уточните, выбирать. Однако, ну, главную-то задачу демэкзамен выполняет, да, вообще ту, которая ставится перед системой образования, нужно, чтобы техникумы колледжи выпускали тех специалистов, которых будут хотеть забирать работодатели. Демэкзамен это делает. Есть ли планы, ну, расширить, как бы вообще всю страну, так, покрыть вообще демэкзаменами, ну, не в обязательном порядке, а может быть, и в обязательном? Такая работа ведётся, эта работа ведётся по инициативе поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и в поручении зафиксирована задача по законодательному закреплению демонстрационного экзамена. В этой связи Министерство просвещения Российской Федерации совместно с рядом иных федеральных ведомств и при участии Института развития профессионального образования ведёт работу по подготовке законопроекта о внесении в изменение в 273-й федеральный закон об образовании Российской Федерации в части закрепления демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой тестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Но это не означает, что это станет обязательным везде и вот сразу, но даже если, кстати, и не станет, но уже всё, есть закон, есть вот такое, эффективность её доказывает, колледжи, наверное, и техникуму сами хотят это всё внедрять. Но внедрить это, ну, нужна, как вы уже упоминали, там, материально-техническая база, и как будто бы, если будет расширяться география, то и увеличение бизнеса должно. Бизнес, ну, вот не знаю, всегда ли есть у него деньги. Опять-таки, бизнес же участвует не только деньгами, да, и материальной частью, но предоставлять там работников, которые смогут качественно оценить это всё. Ну, это такие точки роста, по большому счёту, демоэкзамена. Какая работа вот здесь планируется? Как только демонстрационный экзамен появится в законе, соответственно, как следствие, нужно будет менять законодательство на уровне подзаконных актов. Поэтому это для этого и делается, чтобы можно было механизм совершенствовать, скажем так, обеспечивать достаточно широко и глубоко финансированием демонстрационного экзамена, в том числе и на региональном уровне. И также, скажем так, внедрять механизмы, скажем так, более тесного участия работодателей. Возможно, впоследствии будут какие-то, может быть, послабления, да, для тех работодателей, которые активно участвуют в демонстрационном экзамене. И ещё напоследок хотелось бы поговорить про такую вещь, как цифровой паспорт компетенций. То есть это вообще как будто бы очень свежая какая-то такая институция, такое свежее явление. Можете подробнее рассказать? Цифровой паспорт компетенции, по сути своей, это документ, который сегодня в полной мере дополняет диплом о среднем профессиональном образовании и даёт полную картину, полное представление о результатах участия обучающегося выпускника в демонстрационном экзамене. И эта информация даётся в разрезе компетенций общих и профессиональных, в разрезе умений, навыков, практического опыта. То есть если мы в дипломе видим результат в виде пятибальной, в виде оценки по пятибальной системе оценивания, то демонстрационный экзамен и цифровой паспорт компетенции, он отражает результаты в стобальной системе оценивания. И работодатель наглядно может видеть, какие компетенции у выпускника более сильные, более прокаченные, какие умения, навыки более или менее прокаченные. То есть это по большому счёту, при этом вот эти вот от 0 до 100 баллов, кто даёт эту оценку, даёт такие же специалисты из отрасли. Это независимые эксперты, это работники из реального сектора. И с таким документом он может по большому счёту что резюме заменять при приёме на работу? По сути дела да. Либо заменять, либо существенно дополнять. Кстати, по поводу экспертов, на сегодняшний день более пятидесяти процентов это работодатели, кто оценивает на местах результаты выполнения практических заданий в рамках демонстрационного экзамена. Это серьёзная цифра. Ну, кстати, вчера на окружной сессии тоже поднимался такой интересный вопрос, что с одной стороны оценивать действительно здорово, когда оценивают практики. То есть они понимают, это правильно, неправильно, здесь хорошо, плохо. Какое количество брака в итоге или ещё что-то. Такие вполне себе реальные вещи. Но действительно хороший специалист, который может грамотно оценить, он ведь в этот же момент и на заводе нужен. Вот как здесь выстраивается взаимодействие между работодателями, всегда ли находятся силы желания и понимание у бизнеса, что да, пусть сегодня он не поработает, но зато это вот то, что он сейчас делает, это окупится нам новыми кадрами и так далее. Ну, это безусловно определенная проблема в этой части, потому что когда специалист снимается на демонстрационный экзамен и участвует в качестве эксперта в демонстрационном экзамене, а демонстрационный экзамен может идти не один день, потому что если это группа, то это несколько дней, неделю может проходить аттестация в форме демонстрационного экзамена. То, ну это действительно большая проблема, но вместе с тем работодатель сегодня понимает, что лучше он сегодня, скажем так, вот потратит на это время, но это ему безусловно окупится. То есть они получат тех вожделенных и желаемых выпускников. Сегодня было мероприятие тоже в рамках нашей окружной сессии, да, то есть с участием работодателей. И сегодня вот действительно наблюдается дефицит кадров и каждый из сидящих работодателей, их было больше 20, все проявляют безусловный интерес, все участвуют в демонстрационном экзамене. То есть они готовы отложить свои дела на какое-то время, скажем так, но при этом получить вот этих желаемых выпускников. Спасибо большое, Евгений, за то, что, да, рассказали, как сейчас выглядит система оценки. Я от себя, наверное, так добавлю, потому что с бытовой стороны, когда общаюсь с людьми из сферы СПО, вот в нынешнем ее состоянии, вспоминаю, как это выгляло лет 15 назад, как было, такое слово фазанка существовало, да, и это было что-то вот такое где-то. Сегодня техникум и колледжи действительно такие передовые образовательные учреждения, в которые по федеральным программам благодаря бизнесу вливаются колоссальные средства, создаются условия и действительно ребята, ну вот те даже примеры, которые вы приводили сегодня, ребята приходят, учатся, реальным каким-то какие-то навыки получают, идут и работают. Работодатели готовы это все тоже поддерживать. Поэтому да, еще одно подтверждение, потому что экономика и образование работают вместе на, собственно, одну цель. Спасибо большое. Друзья, сегодня о демонстрационном экзамене, о развитии системы профобразования в целом говорили мы с Евгением Мадоновым, заместителем начальника департамента обеспечения и развития системы оценки качества профобразования Института развития профобразования Федерального института. Еще раз благодарю. Рады видеть в Хабаровске, на Дальневосточной земле, хорошей, плодотворной работы в рамках, собственно, окружной сессии. Спасибо большое. Это был проект «Смотри Хабаровск», меня зовут Дмитрий Павленко, с вами прощаюсь, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова